Очень большая проблема с коррупцией. Очень много взяток берут. Как считаете, как с этим вообще бороться? Жить на лопатке надо коррупцией. Один выход. Наказывать. Вот зря он убрал вот эту статью высшей меры наказания. Вот надо вернуть вот эту статью. И статью, что враг народа. Это же настоящий враг народа. Их наказывать надо, как Сталин наказывал. Что нужно делать для того, чтобы у нас чиновники или правоохранительные органы меньше стали брать взяток? Чтобы их выводить в общее собрание, показывать их лицо. И чтобы знали. И чтобы сажать надо сразу. Консисковать все имущество. Я сейчас скажу, смеяться будете. В Китае хорошо борются. Руки отрубают. И смертная казнь. По-другому никак. Только вот жесткие меры, считаете, помогут? Жесткие меры только могут помочь. Человек такое существо, что оно не понимает, когда ему словами объясняешь. Поменять всех чиновников на новое подрастающее поколение. Потому что, как домино, одни и те же карты в разном сочетании. С места на место переставляют. Это толку не будет. Вот Аким. 70 лет сидит Акимом. И у него дети работают там. Братья работают там. Вот Тараза Акима убрали. Козлорду. Брата поставили Акима. А другого человека нет в Казахстане, что ли? Есть так. Вот мафия. Они взятки берут и берут. Берут. Конца края нету. Как тогда сделать так, чтобы наши чиновники, те же правоохранительные органы не брали взятки? Это зависит от самого человека, во-первых. Если человек давать не будет, значит брать никто не будет. Поэтому не будет коррупция. Потому что в любом случае люди всегда хотят развести любое дело. Если человек давать не будет, значит откуда будет коррупция. Это все равно зависит от народа. Скажу за себя. Ни разу в жизни не давал взятки. Вот принципиально. То есть есть события. Это там события на дороге. Там события в жизни какие-то. Ну я принципиально не даю взятки. Какие кардинальные меры надо предпринять, чтобы переломить ситуацию с этой проблемой? Честно, я считаю, что процесс уже запущен. Ну и менять что-либо, конечно, возможно. Но честно, даже голову не приходится умеять. Не думаю, что те, кто берет взятки, перестанут это делать. Потому что у нас судебная система, она покрывает их. Все друг друга прокрывают, все заинтересованы в этом. Рука руку моет.